Вероятно, пару сотен лет минуло с той поры, как начались серьезные исследования коралловых рифов. А по-настоящему около 150 лет тому назад. Чарльз Дарвин и его статья «Естественная история коралловых рифов». Она, собственно, и привела к серьезному, качественному ускорению и дала жизнь новым методам в этом направлении. Его вклад был настолько огромен, что переоценить невозможно. Конечно, все это не случайно. Ведь во всех своих работах Дарвин неустанно доказывает, что любой организм развивается строго по условиям, предъявленным им окружающей средой и другими видами животных и растений. То есть абиотическими и биотическими факторами. И в итоге все организмы на нашей планете либо приспосабливаются к этим условиям, либо вымирают. И понятно, что морская природа тут ничем не отличается от наземных. И вот уже более века мы пытаемся понять, как же влияют эти биотические и абиотические факторы на жизнь сообщества в целом. Как происходит конкуренция? Кто и почему в итоге проигрывает? Или наоборот занимает свое законное место в нише? И все, что ограничило множество ученых, которые заразились этой болезнью под названием тайным коралловых лифов, это качество и наличие оборудования, которые используются для изучения. До изобретения аквалангом ученым приходилось довольствоваться прибрежным плата рифа, бродя по нему в хорошую погоду. Однако, благодаря Ганьяну и Кусто ученые получили великолепную возможность наблюдать за рифом в естественной среде. Настоящие чудеса жизни подводного рифа стали доступны. Так мы стали свидетелями ожесточенной борьбы за выживание. Как уже говорили ранее, каждый организм должен решать две задачи одновременно. Не умереть с голоду и не быть съеденным. Однако, на сцену выходит еще одна, не менее важная задача, обладание и удержание жизненного пространства. Такая задача стоит не перед всеми организмами. Но сегодня мы говорим о коралловых рифах и для них это наиважнейшая проблема. Так как образ жизни у них оседлый и вся жизнь проходит буквально на одном месте. И уж тут от этого места зависит практически все. Основным навыком или приобретенным инстинктом тут становится способность приспосабляться к воздействиям окружающей среды. Там, где глубина небольшая, волны становятся настоящим молотом, который без устали лупит по колонии. В таких местах выживают, как правило, мозговики. И колонии с округлой формой. Листовидные кораллы тут не встречаются. Однако, как ни парадоксально, здесь иногда встречаются и ветвистые виды кораллов. Они выдерживают ударов волн благодаря своей форме. Такие, как пальмовидная акропора и карибский коралл, похожие на рога. Он может похвастаться удивительно прочными ветвями. Однако, якоря и иногда неосторожные купальщики все-таки могут нанести ему вред. Секрет его в том, что ветви ориентированы в направлении преобладающего движения волн. И основная энергия ударов приходится на самые кончики ветвей, которые имеют сравнительно небольшую площадь. Если бы ветви колонии росли в направлении параллельным фронту волн, они, очевидно, не смогли бы выдерживать ударов. Точно так же в прибойной зоне рифов Индопацифики растет близкий родственник этого коралла рогатая округа. В открытых мелководных районах действие волн является наиболее важным фактором, определяющим, где и какие виды кораллов могут обитать. Очень важно для колонии движение воды. Она очищает его. В противном случае все покрывается мелким слоем частиц. Кораллы по-разному очищаются от ила. Так вот, в тихой лагуде живут только те кораллы, которые умеют это делать и безо всякого движения воды. Но таких видов очень мало и они сильно отличаются от своих собратьев. Так что же заставило их измениться? Условия среды или наоборот, они только там и появляются, где существует нужная им среда обитания. И они изначально настроены и имеют для выживания в этой среде набор приспособлений. Свет. Вот второй и наиболее важный абиотический факт. С увеличением глубины свет проникает все меньше и меньше. Коралл – живой организм, и он нуждается в свете. Но есть виды, которые прекрасно себя чувствуют в условиях низкой освещенности. Это относится к кораллам листовой формы. Вообще, строго говоря, тут есть два фактора. И первый из них, конечно, отсутствие волнений. И, видимо, как сопутствующий ему фактор низкой освещенности, которому пришлось приноравливаться. Однако, не все это смогли сделать. Например, валунообразные так и не смогли отказаться от обилия света. И сделали все для того, чтобы успешно бороться с волнением. Пластинчатые колонии с удовольствием бы занимали горизонтальное положение, так как вообще не могут жить без света. Однако, в таком случае им пришлось каким-то образом очищаться от ила. И они выбрали компромисс. Располагаются под таким углом, чтобы ил сваливался сам, и солнечные лучи максимально попадали бы на его поверхность. Угол рассчитан самым тщательным образом, и все учтено. И возникает вопрос, а кто помогал моллюску искать такой компромисс? Кто взялся за расчеты и высадил его ровно в это место? Или он самостоятельно производит проектно-изыскательные работы? На глубине до 30 метров количество кораллов резко уменьшается. Ведь мадрипоровым кораллам очень много энергии приходится тратить на создание своих известковых скелетов. Какой же именно в процентном соотношении так и неизвестно до сих пор современным ученым. Но понятно, что создание костяка в виде листа требует гораздо меньше затрат, чем, к примеру, валунообразная форма. Итак, существование мадрипоровых кораллов рифа определяется рядом критических аспектов окружающей среды. Это включает в себя уменьшение интенсивности света по мере углубления, сильные волны на мелководье и повышенное заилиние в защищенных районах рифа. На рифовых платформах организмы также сталкиваются с ограничивающими факторами, такими как высокие температуры, потери влаги во время отливок. Хотя эти условия теряют свою артовальность на больших глубинах. В условиях экстремальной среды все эти факторы усиливают конкуренцию между видами кораллов. Каждый из сотен различных видов уникально адаптируется к своей среде обитания. Разнообразие мадрипоровых кораллов огромное и многие виды могут принимать различные формы в зависимости от условий, что создает впечатление еще большего видового разнообразия. Кораллы в прибойной зоне крепкие и низкорослые, чтобы выдерживать сильные волны, в то время как их соседи из более глубоких и защищенных мест обладают меньшей механической прочностью и формируют длинные ветви. Эти различия также характерны для других разветвленных видов. Ранее предполагалось, что это разные виды, но после тщательных исследований и обнаружения колоний с промежуточными формами стало ясно, насколько велика внутривидовая изменчивость у кораллов. Значит, все-таки присутствует процесс эволюции и он как бы застывает внутри вида, принимая разнообразные внутривидовые формы. Как ветка, которая бы встала растение туда, но все-таки не засохло, а как бы осталось свидетельством бесконечной работы по улучшению вида и творческого поиска. Так кто занимается этим поиском? Сам вид, как увядающая женщина прибегает сначала к мощным косметическим костылям, а потом и к помощи хирурга? Или здесь рука некого селекционера, застывшая с поблескивающим секатором? Удивительная адаптивность мадрипоровых кораллов значительно обогащает разнообразие жизни на рифе. Несмотря на то, что такие факторы, как сильные волны, заилени и ограниченное освещение оказывают влияние на кораллы и других жителей рифа, они не всегда являются определяющими. Многие участки рифа предлагают благоприятные условия, где достаточно сильное течение воды предотвращает от оседания ила. Волнение не настолько интенсивно, чтобы подавлять рост кораллов и света в избытке. Обычно такие условия встречаются на глубинах от 3 до 30 метров. Именно здесь предпочитает обитать большинство мадрипоровых кораллов. Однако, возможность обосноваться в этих местах зависит от многих факторов, включая конкуренцию с другими кораллами, которые также стремятся к оптимальным условиям. В следующем раз мы рассмотрим различные удивительные стратегии, которые используют мадрипоровые кораллы и другие рифовые обитатели для выживания и захвата жизненного пространства, а также примеры того, как взаимодействие с другими животными помогает им минимизировать конкуренцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok